Молитва Очень хороший вопрос, но он проистекает из буквально, видимо, непонимания, что такое молитва. Все думают, что молиться – это значит, надо обязательно встать перед иконами или пойти в храм, или на какое-нибудь там святое место и так далее. Нет, не эта молитва. Молитва – это то обращение, искреннее обращение человека к Богу от ума и от сердца, обращение к Богу. О прощении всех тех поступков, которые совершаются и делами, и мыслями, и чувствами, и желаниями. О прощении от всей души. Как найти место для такого прощения? Отвечаю – в любой момент, в любом положении. Стоишь, идёшь, сидишь, лежишь на работе. Найди всего две, одну, две, три минуты, чтобы, освободившись от всего, даже расслабив даже, может быть, как-то тело и душу, от всей души, сказать хотя бы самую краткую молитву, которую завещали православные отцы всем православным людям – «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Вот что требуется. Для этого что? Как найти время? Сколько вам нужно? Сколько угодно! Приходится иногда даже так говорить, что если вот шумно и всё такое, невозможно ничего – хорошо, сбегайте в туалет на две минуты. Но главное – именно от всего отойти, от всех мыслей, от всех чувств и от всей души произнести – вот это будет молитва! А многие понимают так – молитва – значит, прочитать молитву, Господи! Так это что такое? И попугай прочитает молитву! Разве это молитва? Святитель Игнатий Валенчинин прямо очень, я бы сказал, даже резко говорит – молитва без внимания – это не молитва! это пустословие, вредящее человеку, оскорбительное для Бога. Такая молитва без внимания, говорит он, мертва! Вы видите, вы подумайте только! Даже оскорбительное для Бога – это молитва, которую мы часто читаем или слушаем без всякого внимания. И тогда происходит жестокий самообман! Почему, кстати, вот такая идёт деградация духовной жизни? Потому что совсем перестали молиться! Совсем! Вы слышите? Никак не будет! То есть, когда молятся о каких-то скорбях или чего-то, тут ничего удивительного! Это о чём молятся? Об этом, может, ещё поговорим! Я хочу сказать, а молиться о том, о том, да, чтобы вот, Господи, прости, опять я обругал, опять я осудил, опять я позавидовал и так далее. Об этом странно! Вот к мощам стоят десятки, сотни, чуть ли не миллионы, тысяч! Интересно вас спросили, с чем вы стоите? И говорят, с чем стоят? С чем? Дай нам благо на земле! Избавят печёнки от селезёнки и от прочих, от всяких болезней, семейных ссор и так далее. А от грехов избавить? Святитель Отче Николай, помоги мне избавиться от зависти! Ну что вы, на вас посмотрят такими глазами! Ну что это, откуда это явился такой? Святитель Николая просить помощи и избавиться от зависти! Вот ничего себе православный нашёлся! Вы слышите? До чего дошли? Только земных благ просим! Так вот, как на это время, всегда в наших руках! Никто не знает, почему я сижу и всё! Я ничего не слышу! Одну, две, три минуты! Это что, нужно найти время? Это просто звучит, понимаете? Это что за детское какое-то, детское понимание? Всегда есть время! И молитва Иисусова является ключевой, самой подходящей для любого человека в любой момент времени! Если бы мы это поняли бы и это делали, я думаю, что мы приобрели бы великое благо! По крайней мере, все те, кто действительно так делал и так жили, они говорили! Ну, сейчас не буду приводить примеры, потому что очень интересные есть примеры, какое-то благо для человека, который приобрёл, как говорят, навык к внимательной молитве Иисусовой. Продолжение следует... Продолжение следует...